День сотрудников органов следствия. С какими результатами к празднику подошло региональное следственное управление, расскажет Павел Юрасов. День сотрудников органов следствия. Праздник молодой. Отмечается всего лишь с 2014 года. Дата выбрана не случайно. 310 лет назад, 25 июля, указом Петра Первого была создана следственная канцелярия. Тамбови продолжают подготовку к новому отопительному сезону в числе объектов, которые в это время переживают капремонт теплосети на улице Николая Островского. Замена сетей должна положительно сказаться на качестве теплоснабжения в 8 здешних многоквартирных домах, а также соцобъектах. Слово, здесь, неподалеку, находятся сразу два корпуса детского сада «Эврика», которые также запитаны от этого участка. В областном центре началась проверка подготовки социальных объектов к новому учебному году. Первыми ее проходят подростковые клубы. Комиссия смотрит не только на безопасность, но и на соответствие образовательных программ. Так, в этой организации их 19. Действуют они весь учебный год. Летом образовательная программа своя, другая, но, в принципе, по тем же направлениям. Например, здесь популярность у детей пользуется рукоделие. Это программа «Область новостей». Здравствуйте! В студии Елена Самарская. В регионе планируют создать научно-производственный комплекс беспилотных летательных аппаратов. Соглашение о сотрудничестве, в том числе и в этой сфере, областное правительство заключило с концерном радиоэлектронные технологии и Тамбовским заводом электроприбор. Подписи поставили глава Тамбовской области Максим Егоров, генеральный директор концерна Александр Пан и управляющий директор завода Алексей Слугин. Согласно документу, стороны договорились о взаимодействии по вопросам содействия социально-экономическому развитию региона, привлечении инвестиций, обеспечении предприятия высоко квалифицированными кадрами и реализации социальных программ, в том числе жилищной программы «Ростех» на территории Тамбовской области. Также шла речь о планах по созданию научно-производственного комплекса беспилотных летательных аппаратов в регионе. Тамбовский завод электроприбор для нас очень важное значение. Порядка 3,5 человек сейчас на заводе работает. Мы прекрасно видим, что растет индекс физического объема производства. Из-за этого года наседается 19-й, будет 22-й. Мы по выручке с 4,6 млрд вышли более 7 млрд. Тамбовский завод электроприбор был основан почти 70 лет назад. Сегодня предприятие входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», который объединяет более 70 предприятий по всей России. Завод играет большую роль в экономике региона и уделяет значительное внимание социальной поддержке своих работников. Ответить предложениям на каждую потребность клиента, создать уют в городах и сделать повседневную жизнь тамбовчан удобной и комфортной. Работников сферы торговли и общественного питания поздравляли с профессиональным праздником в региональном правительстве. Подробности в сюжете моего коллеги Павла Юрасова. День работника торговли в нашей стране празднуется с 2013 года в 4 субботу июля. Сегодня в сфере торговли трудятся более 90 тысяч жителей нашего региона. Потребительский рынок области занимает третье место в воловом региональном продукте. Его доля около 13%. Стоит отметить, что среди регионов ЦФО Тамбовщина занимает лидирующие позиции по развитию ярмарочной и рыночной торговли. Первое место по количеству ярмарок и четвертое по количеству рынков. Оборот розничной торговли в прошлом году составил более 241 миллиарда рублей. Это на 21 миллиард больше, чем годом ранее. Прирост показывает и оптовая торговля. Ее объем в 2022 году оценивается в сумму более 357 миллиардов рублей. Многое делается для поддержки малых предпринимателей, занятых в торговле. Развивается и малоформатная торговля. В текущем году принят областной закон, который позволит обеспечить единство подходов со стороны администрации городских и муниципальных округов в вопросах размещения нестационарных торговых объектов. Установить четкие и понятные правила для хозяйствующих субъектов. Улучшить благоустройство наших населенных пунктов. На торжественной церемонии в честь праздника лучших работников отрасли наградили на сцене Большого зала правительства. Почетные грамоты и благодарственные письма из рук главы области Максима Егорова получили индивидуальные предприниматели, организаторы ярмарок, а также сотрудники торговых предприятий. Я работаю 12 лет на одном месте, в одном супермаркете. Мне очень нравится моя работа, нравится мое место работы. Мне нравится общение с покупателями. Мы работаем ради нашего любимого покупателя. Люди одни и те же ходят, но каждому стараешься помочь, чтобы каждый был доволен. Свой вклад в экономику региона вносят предприятия общественного питания. Кроме того, это еще и комфорт жителей и гостей нашей области. Рестораторов и работников сферы общепита также чествовали на церемонии. Павел Юрасов, Александр Чекмарев, Александр Кобзарев. Область новостей. Тамбовские полицейские задержали наркокурьера с крупной партией метадона. Им оказался 30-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, которого задержали при проверке оперативной информации. Во время личного досмотра при себе у него обнаружили 241 сверток с неизвестным веществом – мобильный телефон, весы, а также упаковочные материалы. По данным экспертизы, в свертках находился метадон – запрещенное наркотическое вещество. Его общая масса превысила 114 граммов, что считается особо крупной партией. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок. Задержанный признался, что наркотик купил в Москве, а в Тамбов прибыл для его распространения бесконтактным способом. В данный момент по делу ведется расследование. Сотрудники Следственного комитета России, работники следственных подразделений МВД и ФСБ отмечают свой профессиональный праздник – День сотрудников органов следствия. В Тамбове правоохранители принимали поздравления на торжественном мероприятии в региональном следственном управлении. О непростой службе органов следствия в сюжете нашего корреспондента Павла Юрасова. День сотрудников органов следствия – праздник молодой. Отмечается всего лишь с 2014 года. Дата выбрана не случайно. 310 лет назад, 25 июля, указом Петра Первого была создана следственная канцелярия. Внушительные успехи сотрудников следственного управления сегодня отметили ведомственными наградами – 2150. Именно столько сообщений о преступлениях зарегистрировали в следственном управлении за первые 6 месяцев 2023 года. Почти на 10% выросло количество уголовных дел, находящихся в производстве следователей следственного управления. Окончено производством 330 уголовных дел. В суд направили 33 дела об убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Еще 24 дела о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности личности. Работа следователя вселяет в сердца граждан уверенность в том, что ни одно преступление не останется без наказания, что справедливость непременно восторжествует, что всякий, считающий себя выше закона, осознает свою неправоту. Выяснить все обстоятельства дела, обнаружить улики и доказательства, выйти на след преступника и привлечь его к ответственности. Выполняя эти важные задачи, следователи все чаще используют высокотехнологичное оборудование. В век социальных сетей преступление зачастую оставляет свой цифровой след в мировой паутине или в памяти гаджетов. Обнаружить его способна специальная аппаратура, которая восстанавливает удаленные и зашифрованные данные. Это как и сообщения, тексты, фото, видео, звуковые файлы, в том числе и облачное хранилище. И это у нас геопозиция местоположения предполагаемого места, где было совершено преступление или где находился в данный момент у нас преступник или свидетель, неважно. 39 лет, 8 месяцев и 5 дней. Виктор Сажнев, не задумываясь, отвечает на вопрос, как долго он работал в органах следствия. Как никто, он знает, что технические средства криминалиста – лишь инструмент. Виктор Владимирович закончил службу начальником отдела криминалистики. В деле восстановления справедливости сегодня, как и всегда, главную роль играет профессионал – следователь. Убийство 1976 года, убийство 23-го года, другого века, осталось убийством. Работа осталась так. Сбор доказательств, доказательства вины. И от того, как работает следователь, зависит то, что преступник будет наказан. Наказан. Объективно, по закону. Справедливо. Один из главных приоритетов в работе следователей – раскрытие и окончание уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях прошлых лет. В первом полугодии в суд направлено 7 уголовных дел данной категории, 5 из которых оставались нераскрытыми более 20 лет. Павел Юрасов, Александр Чекмарев, Александр Кобзарев. Область новостей. В Тамбове продолжают подготовку к новому отопительному сезону. В числе объектов, которые в это время переживают капремонт – теплосети на улице Николая Островского. Этот участок был включен в летнюю ремонтную программу «Сверхплана». Тема продолжит моя коллега Юлия Савушкина. Почти полкилометра трубопровода в районе Перекрестка на Николая Островского и на Горном проезде предстоит заменить энергетикам МУП Тамбов теплосервис. Обновленные сети, отопление уже проложены. Сейчас рабочие занимаются трубами, по которым в дома будет идти горячая вода. Замена сетей должна положительно сказаться на качестве теплоснабжения в восьми здешних многоквартирных домах, а также соцобъектах. К слову, здесь, неподалеку, находятся сразу два корпуса детского сада «Еврика», которые также запитаны от этого участка. Отрезок на западе Тамбова был включен в ремонтную программу муниципального предприятия «Сверхплана». Старые трубы были настолько изношены, что перебои с отоплением и подачей горячей воды все чаще становились поводом для жалоб местных жителей. Они их латают и латают. Латали, да, да. И вот как начинается осень. Вот какое-то время было, я не знаю, год-два назад. Пандемия, что ли, была? Ну да, да. А может, вот это, какие-то. И постоянно, как ни глянешь, вот тут все, вот у нас тут грязюк, вот сейчас трава еще заросла. Вот здесь постоянно там трубы. Новые трубы в ППУ-изоляцию убеждают специалисты позволят не возвращаться на этот участок еще долго. По крайней мере, гарантия на эти материалы – 20 лет. Ремонт трубопровода по ГВС производится без отключения действующего ГВС и прокладывается параллельно отоплению. Так что нет помехи с перебоем горячей воды. Все закончится примерно в середине августа. После того, как основные работы на теплотрассе будут завершены, тепловикам будет необходимо восстановить асфальт и благоустройство зеленой зоны. Юлия Савушкина, Илья Тырс, Ольга Кириллова, Область новостей. В Тамбове прошло очередное заседание молодежного правительства Тамбовской области. В нем принял участие глава региона Максим Егоров. Участники встречи – члены молодежного правительства Тамбовской области, молодежный парламент Мичуринска и студенты. Вместе с главой региона они обсудили итоги второй встречи в рамках реализации федерального проекта «Госстарт-диалог», участницей которой стала заместитель главы региона Наталья Макаревич. Также члены молодежного правительства рассказали главе региона Максиму Егорову о презентации федерального проекта «Госстарт-стажировки». Уверен, что ваше видение полезно как с точки зрения принесения информации для молодежи, так и с точки зрения конструктивной молодежной критики. Вы, как люди объективные, с незамыленным взглядом, можете дать свою независимую оценку по реализации национальных проектов. Участники встречи активно интересуются реализацией национальных проектов и задали вопросы относительно одного из них. Глава региона сделал звонок к курирующему заместителю и пригласил на заседание. В диалоге с молодежью вопрос был оперативно решен. Кроме этого, речь шла о прохождении среди членов молодежного правительства практики в исполнительных органах государственной власти Тамбовской области. Прохождение практики включает в себя посещение различных министерств области с целью знакомства с их деятельностью. В областном центре началась проверка подготовки социальных объектов к новому учебному году. Она касается не только школ, но и дошкольных и внешкольных учреждений. Первым в списке оказался подростковый клуб «Романтики». Как проходила проверка в нем, увидела Полина Мотовникова. В зоне внимания комиссии меры безопасности, наличие необходимой мебели, оборудования и, конечно же, документация. Цель – проверить, готовы ли подростковые клубы принять своих воспитанников в новом учебном году. Для того, чтобы подойти к этапу приемки, проведена работа по подготовке учреждений. Поэтому со стороны администрации города приняты все меры, как и по проведению текущего ремонта, по актуализации службы безопасности, каких-то технических сопровождающих. В составе комиссии представители различных ведомств – УМВД, МЧС, Росгвардии и даже ГИБДД. Специалисты проверяют, соблюдены ли требования пожарной безопасности, как осуществляется подход к организации, есть ли тревожная кнопка и камеры видеонаблюдения. Как осуществляется охрана, есть ли списки экстренных служб в случае, если возникла попытка нападения на объект. В этом подростковом клубе видеонаблюдение имеется, списки экстренных служб имеются, стационарный телефон имеется, система оповещения имеется. Кроме того, проверку проводят и педагоги. Они смотрят на соответствие образовательной и воспитательной деятельности каждого подросткового клуба. Комиссия смотрит не только на безопасность, но и на соответствие образовательных программ. Так, в этой организации их 19. Действуют они весь учебный год. Летом образовательная программа своя, другая, но, в принципе, по тем же направлениям. Например, здесь популярностью у детей пользуется рукоделие. По спичному составу подростковые клубы посещают 4334 ребенка. То есть это дети, которые постоянно ходят в подростковые клубы. Есть переменный состав детей, ведь ребенок может прийти в клуб несколько раз за день, соответственно, может привезти друзей, а на следующий день он может их не привезти, а может привезти в два раза больше. Поэтому вот за все, например, за весь период подростковые клубы порядка 9 тысяч у нас есть проходка. Сегодня приемку прошли 10 подростковых клубов, имеющих лицензию на образовательную деятельность. Следующие в очереди школы, гимназии и лицеи, а также дошкольные образовательные учреждения города. Полина Матовникова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, Область новостей. На этом пока все. Еще больше информации на нашем сайте, в Телеграм и в группах соцсетей. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова